Ребята, всем привет! С вами Куланова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И это видео новинки шестого каталога, часть третья, которая будет действовать с 12.04 по 12.05. Как вы помните, в этот период для тех, кто еще ни разу не был зарегистрирован в компании Фаберлик и сделает свой первый заказ, будет дариться очень крутой набор. Я его сейчас вам сконцентрирую. Вы увидите все написанное. Условия до такой степени простые, клевые, классные, что просто нереально упускать этот шанс и забрать такой подарок. Обязательно спросить меня после регистрации в мою команду, какая стартовая программа, полгода хиты и продуктов вас ждут еще. Итак, я думаю, целесообразно будет листать по порядку и снимать то, что не сняла. Ну, во-первых, прошу прощения за художество своей девочке любимой Виктории Антоновны. Она очень любит рисовать в каталогах, обводить контуры лица. И вот тут вот что-то начала делать, но мы вовремя успели ей подсунуть другой каталог. Смотрите, вот это ничего мне не досталось. Из одежды тоже ничего не досталось. Ни рюкзаков, по-моему, рюкзак достался. Да, смотрите, вот такой рюкзак я заказала сегодня. Этот я тоже заказала сегодня. Доставка примерно 5 дней идет. Туфли мне удалось заказать только на плоской подошве. Это когда вы применяете на сайте новинки следующего периода. Это начинаются привилегии, когда вы можете брать все продукты и все акции следующего каталога за 6 дней до его окончания. Для того, чтобы вот так брать, нужно быть VIP 18. То есть 100 баллов непрерывно делать заказы. Да, то есть вот это все как бы, ну, грубо говоря, мимо. Купальники, к сожалению, тоже мимо. Шляпки соломенные вышли, слава богу, все. Я очень счастлива. Пляжная сумка тоже ее пока нету. Получается, ремня тоже пока нету. Очки заказала. Из босоножек тут, конечно, 50 на 50 что было. Вот реально что было. Были, по-моему, вот эти черные, вот эти бежевые. Вот этих не было и вот этих, по-моему, не было. Но я все, что вот сегодня мне дали, я это обязательно заказала. Также я заказала SPF 30 защита для детей. И заказала вот такой вот лосьон автозакар. Он очень интересный. Я его попробовала раз, попробовала два. Мне стало очень интересно. Давайте же пробовать его с вами все вместе. Ну, во-первых, конечно, способ применения на новом продукте, я думаю, обязательно нужно знать, чтобы вам было удобно. Итак, на очищенную сухую кожу за сутки до нанесения рекомендуется воспользоваться отшелушивающим средством. Потом наносим его равномерно. После использования автозакара тщательно вымойте руки с мылом. Не наносить более двух слоев за один раз. Для поддержания результата рекомендуется использовать средство 2-3 раза в неделю. Я никогда этим не занималась, всегда ценила свою белую сухую кожу. Но раз уж я вип, ну, тыкнула кнопочку. Тем более, он не такой для меня круто дорогой. Вот, и мама у меня помешана на автозагаре. Скорее всего, я отдам его ей. Значит, что нам обещают? Естественный оттенок загара с первого нанесения. Далее идет комфортное и равномерное распределение без пятен и полос на коже. Смотрите, потек, да, немножечко. Быстрое впитывание без ощущения липкой пленки. И также комплекс растительных компонентов в составе и увлажняет, и смягчает кожу. Ну что ж, будем пользоваться. Артикул 2695. Автозагар для лица и для тела. Ровный бронзовый загар освежат образ и говорится за себя лето, обещают быть жарким, ярким и счастливым. Не знаю, насколько этот автозагар защищает от того, чтобы не сгореть. Вот, и когда мы его наносим, я ничего не поняла. Да, то есть, вот видите, ничего не поняла. Но мы с вами посмотрим, что будет дальше, что будет проявляться, что будет делаться. То есть, я пока ничего не увидела. Это, скорее всего, будет как-то проявляться, что ли. Да, то есть, не темнее, ничего. Да, то есть, тут вообще никакой разницы я не увидела. И как-то вот удивилась, что за автозагар, как он проявляется. Действие его очень, скорее всего, такое вот интересное, которое стоит пожидать. 100 мл тут идет. Да, то есть, ну, посмотрим. Более двух раз не стоит наносить. В общем, нанесем два раза. Вот сюда, на это место. И посмотрим, что у нас получится. Очень приятный аромат. Знаете, какой? Линейки лето. В нашей линейке лето. Пляж солнце. Вот такой вот я, допустим, крем защитный для детей приобрела. Который не смывается, ничего. Это не новинка. Но я вам в конце еще покажу, что я не по новинке. Свои любимые средства заказала. Быстренько пробегусь прямо. Вот. А вот этот СПФ, солнцезащитный крем, он не смывается в соленой воде. Хотя его нужно обновлять каждые два часа, как мы с вами понимаем. Но он реально не смывается водой. И у меня дочка, уж поверьте, часто ездит на различные курорты, интенсивы, которые происходят на берегу моря. Так вот, он смягчает, сохраняет влагу в коже, предотвращает ее повреждения, снижает риск аллергии, реакции при воздействии солнечных лучей и не смывается водой. Наносите средства на чистую кожу перед выходом на солнце. Избегайте попадания на слизистую оболочку глаз. В общем-то, аннотация, как у обычного, да. То есть, все здорово и классно. Да, защищает кожу от широкого спектра. Ага, тут еще от телевизоров, от мониторов защищает. Ну, это, конечно, здорово. И, конечно, SPF 30. Если честно, мы сами им иногда пользуемся, именно детским. Потому что мы сами, как дети белокожие, все в родинках, такую кожу опасно не защищать. И такой кожей опасно загорать. Я думаю, вы это все знаете. Он идет на защиточке. То есть, так вы его просто не выдавите, пока не снимете мембрану. Обычный белый не марает, получается, никакую одежду. Вот мы, например, через месяц едем уже в отпуск. Всей семьей, кроме Катюшки, у нее там, ну, в общем, защита диплома. Она у нас выпускница. И мы с ней обещали съездить потом еще летом куда-нибудь. После того, как она защитит диплом. Это надо дело отметить. Обязательно каким-нибудь курортом. Это знаменательное событие в нашей семье. Вот. Поэтому вот смотрите. Вот такой вот присмотритесь, если вы куда-то ездите. Он мне действительно понравился. Так, значит, про этот мы с вами поговорили. Ждем какой-либо результат. Если результат будет и мне понравится, увидимся с этим делом в пустых баночках. Далее. Это линейка для похудения, для бритья. В общем-то, да, тут впереди будет огромное количество действительно новинок, которые нас могут заинтересовать. Например, вот этой водостойкой косметикой я уже третий год пользуюсь. У нее уже срок вышел, а с ней ничего не случается, ребята. Понравились вот эти все текстуры. Маркер для губ тоже шикарный. Поэтому обратите на это внимание. Лаки я не заказываю. Я вам уже об этом говорила. Не заказываю, потому что мне лень там каждые 3-4 дня перекрашиваться. Я раз в 3 недельки позвала отличнейшего мастера. И, ну, вот как раз, видите, да, она у меня уже за 2 недели как ногти отросли. Вот, не знаю, то ли витамины уже прекращать эти пить. А то, как надоело, хочется раз в полтора месяца, как у некоторых. Итак, и тут на этой страничке, как вы видите, абсолютно новая новинка. Невероятно новая. Она вообще ни разу, наверное, в компании Фоберлик не была, сколько я помню себя. 6,5 лет я в компании. Это прям очень такая оригинальная новинка. Вот, значит, у нас, получается, еще скоро в продаже будут 65,13, 40, 30, 94, 65, 10. Даже не знаю, что это тут имели в виду, да. То есть, но получается так. Это идет линейка, чтобы мейкап не таял на лице. Ну, как бы подготавливаемся к солнцу, к весне, к лету. Чтобы держался дольше и был лучшим. Средства пре-макияжа подготовят кожу к нанесению косметики Glam Team. Это первый уход, решающий уход в искусстве макияжа. Действительно, я вообще не практик этими средствами. Но уже все, слава богу, протестировала. Смотрите, что мне понравилось, да, в этих средствах. Это то, что у них практически нет никакого аромата. Вот это как бы здорово, потому что это значит, что оно для всех. Вот, сейчас на данный момент у меня все, да, вот эти вот 4 средства, которые могут быть. И давайте переходим на следующую страничку. Значит, первое, что у нас тут есть, матирующий праймер для лица. Комплекс с комплексом, который уменьшает выработку кожного сибума. А масло малины смягчает кожу, делая ее пархатистой и гладкой, не содержит силиконов. Вот то, что он не содержит силиконов, это шикарно. Стоить будет по цене каталога, без 20-26% скидки, 399 рублей. Я не считаю это дорого для базы. Если база дешевая, то в ней как раз-таки куча силиконов. И от этого люди, ну, просто начинают покрываться покраснениями, раздражениями и прыщиками. Потому что, если день из-за дня, целое лето забивать кожу, это плохо. Значит, артикул 65-24. Текстура похожа на взбитое суфле. Текстура матирует, что нравится, стоит книзу. То есть, не надо вот так вот долго-предолго что-то делать, он стоит книзу. Для меня это решающий фактор в упаковочке, между прочим. Ну вот. Далее, значит, продлевает стойкость тонального крема. Ну, давайте посмотрим. Значит, нажимаем. Она такая вот розовенькая. Я с ней уже проходила сегодня весь день. Ребят, пока что, на первый взгляд, никакого раздражения, никаких покалываний, ничего плохого. Впитывается быстро, чем-то напоминает первоначальный блёр. Но блёр, как вы знаете, он на лице не застывает. Он таким и остаётся потом. Вот навсегда там идёт искусство, как бы фотошопа, там немножечко другое действие. Этот же разносится очень здорово. То есть, очень так приятно, красиво. И выходит такое ощущение, что кожа, правда, стала глаже, лучше. Она становится немножечко ровнее. На лице тоже видно изменение, что посвежело, порозовело, поравнело и так далее, и так далее. Вот на лето, то, что он идёт, масштирующий эффект для лица, не страшно, если у вас кожа сухая, комбинированная, сухой, жирная. Это понятно. А вот сухая, но потная кожа, да, например, или кожа, которая не подходит. Кожа, которая плохо в акклиматизацию, и вы начинаете просто потеть и, ну, грубо говоря, размазываться на глазах, превращаться там в пандочку, в потёкшей струйке, да, тонального крема и так далее, это действительно неприятно. И когда я, например, выхожу из своего Кирова, где нормальный климат, в жарищу плюс 40, да, и когда у меня большой разрыв градусов, я текут именно так. Я знаю это по себе, как это ужасно просто. Поэтому мне он понравился. Как я его тестировала? Значит, я его нанесла, я нанесла на него тональный крем, пудру и так далее. Проходила с ним просто так полдня по весенней погоде, под солнцем. Ну, мы ходили туда-сюда, ходили по магазинам, по торговому центру. И потом вечером, самое его было главное испытание, я зашла в ванную и купала ребёнка. Ребёнок у меня купается примерно минут 40. Я сидела с ней, болтали, мы там, да, цвета учили и так далее. И так просто я ей дала побулькаться, пусть расслабится, конечно, это важно. И получилось так, что у меня ничего с макияжем не случилось. Это великолепно, ребята. Я считаю это находкой. И пока на данный момент я не почувствовала никакого дискомфортного ощущения. То есть пока всё нравится. И слой, и как кожа дышит, и как он абсолютно высыхает и абсолютно не липнет. И что на нём легко тушуется всё. Да, то есть всё легко тушуется. Нет проблем. Допустим, что у вас косметика, если вы дождались, пока он высохнет, и всё в порядке, и не на сырой наносите, да, вот тут пункт такой. Минуты три хотя бы подождите. Нет проблем. Вот мне эта новинка прямо в душу сердца попала. Следующий, он идёт как увлажняющая сыворотка. Праймер. Это для той кожи, которую вы не увлажняете, да. И он идёт не матирующий. То есть идёт также 30 мл. Но он получается... А вот этот, кстати, сколько мл? Этот тоже 30. Так, дайте-ка я туда отложу подальше. Итак, значит, он идёт как увлажняющая сыворотка-праймер. Гидрейн или Хитц 30 мл. Лёгкая гелевая текстура. На водяной основе. Быстро сохнет. Не оставляет липкости. Да-да-да-да-да. Комплекс смягчает кожу и ухаживает за ней. То есть это уходовое средство. Не матирующее. Гиалуроновая кислота в составе. Это, в принципе, то, что нужно. И получается результат. И глубоко, и надолго ухоженная кожа. И идеальная подготовка для нанесения макияжа. Мне она тоже понравилась. С ним я ходила на 4-х часовую фотосессию в Беллс Клуб. Вы, кто там не был, да. Это сухие шарики. Огромный бассейн с сухими шариками. Который тебе примерно по пояс. Да, ну, может, по бедра, да. Не по сам пояс, а именно по бедра. И попробуйте в этом бассейне просто пройтись. Да, а мы там фотосессились. То в одном краю, то в другом краю. То прыгали, то еще что-нибудь. Ребят, это просто невероятно жарко. Это так утомляет. Мышцы все болят. Ножки все, кстати, в синячках. Немножечко. Пяточки тоже побаливает, потому что ходить с такими затвердевшими ножичками получается по шарикам не так-то и просто. Я, конечно, дала пот. Поту я дала много. И мне понравилось качество моего макияжа через 4 часа. Сырая голова. Абсолютно лак сдался. Лак, кстати, не наш был. Лак был не Фаберлик. Девушка свой наносила, мастер. Но вот эта сыворотка, она не сдалась. Ребят, я рада, что такое есть. Это здорово, это действительно классно, потому что я, когда потела, я лицо не трогала и не вытирала. Я просто выходила, и пока фоткали другого человека, я сидела и остывала. То есть у нас там была групповая фотосессия, и пока каждого поодиночке сфоткают. Потом каждого вместе, каждую семью вместе. То есть можно было отдохнуть минут 20 между перерывами. Вот ты переоделся и сидишь, свою очередь ждешь. И получается вообще здорово. Я остывала, и у меня намокшее лицо высыхало, и не было никаких пятен. Мне кажется, что это как раз, ну, такие вот мои личные наблюдения. Пусть это и долго, но я не могу описать новинку по-другому, если вот такое вот заметила. Пока что мне понравилось. Не знаю, как другим. Значит, он идет абсолютно другой. Уже, да, в стеклянной упаковочке. Как-то раз я помню, кому-то наврала, что в пластике идет, да. Значит, тут у меня автозагар. Кстати, чуть-чуть еще до сих пор липнет. Двойной слой чуть-чуть липнет. Хотя я разговариваю сколько вот минут, да, посмотрите. И давайте смотреть. Вот такой абсолютно скользкий. С очень невесомым ароматом, который тоже не бьет в нос. Да, так, минутку. Ну да, он вообще, как будто бы его нету. Вначале пипеточка туда-сюда как-то туговато ходила. Потом расходилась. Как вы видите, я его вот два раза наносила. Так, да, вот видите. Два раза наносила. Он не сильно истратился. То есть он такой экономный. Он легко распределяется. Его много не нужно, да. Буквально пара капель. То есть он экономный. Он, на мой взгляд, пока что работает. Я не думаю, что это супер совпадение. Потому что когда я наношу увлажняющий крем, с утра встаю, наношу увлажняющий крем. Потом и до завтрака. Чтобы он по-хорошему впитался, мне не мешал. Потом, значит, второй слой, да, у меня. Ну, обычно вот без праймеров, да. Второй слой, что он делает? Он идет как крем-бульор. Он выравнивает текстуру. И я его опять-таки нанесла и подождала немножечко, да. Там поотвечала на вопросы в чате, попереписывалась. Вы знаете, что у меня крупный бизнес с компанией Фаберлик. Да, шестилетней давности. Очень успешный. Вот. Кто хочет расти, обязательно приглашаю. Есть отличное обучение. Обучение бесплатное. Ну, мы сейчас не об этом. И что получается? Блёр нанесла. Потом нанесла тональный крем. Потом нанесла, получается, пудру, бронзер, хайлайтер, да. То есть, и вот это все должно как-то было держаться. И иногда я ощущала, что вот места, где я потею, это зона, лоб, нос, поры, да, вот где вот поры на щеках, они, он становился такой, знаете, слегка-слегка еле уломимый, такой мраморный чуть-чуть, да. То есть, ну, шел пятнышками. Тот блёр я заменила всем своим, чем привыкла пользоваться, да. То есть, просто блёр заменила вот этой вот увлажняющей сывороткой праймером. И тоже эффект нормальный. В общем, пока что мне эти средства нравятся и очень хорошо, что компания Фаберлик впервые выпустила такой продукт. Он абсолютно новый, не похож, да. Это необычный гель для душа за 60 рублей, который можно понюхать, сказать, нормально, хорошо пенится и убрать в сторону. Я его хотела описать поподробнее. Далее, значит, что у нас далее пошло? Праймер-корректор пор. Тоже очень интересная вещь. Нужно подождать, чтобы он зажил. Есть у меня такая дырка на подбородке, которая выболела из-за того, что у меня была ветряная оспа. Да, то есть, ну, такая увесистая дырка, некрасивая дырка. Я её всегда долго маскирую, всегда долго заделываю. И, по-моему, дырки у меня даже две или три таких, да, вот именно почему-то на подбородке. Вот, и что получается? Я забила эти штучки, конечно, не на первый раз. Если вы чуть-чуть выдавили, то у вас будет, ну, не особо так хорошо, да. А вот второй раз, третий раз, и они действительно забиваются. Если вы не подождёте, пока он высохнет, он у вас сотрётся вместе с кистью, которой вы будете наносить тональный крем. И это нормально. Если вы подождёте, пока он высохнет, он будет более стойкий, но всё равно нужно немножко аккуратнее наносить. Вот это лично моё такое вот. Значит, смотрите, если взять вот, да, морщинистую кожу, да, давайте я прям сюда нанесу. Ох, много выдавила. Там не пусто было сверху, да. То есть он, давайте я сейчас подразнесу по-хорошему, да, то есть вы видели, да, поры на руке тут и тут. Я думаю, это очень-очень заметно. И будем подразносить, а потом сверим, да, пальцы. То есть таким вот образом он попадает, то есть вы поприхлапывали, что-то вот там вот поделали. И он попадает, и нужно ждать. То есть вот этот эффект, то, что кожа стала куда намного ровнее, а ещё не говорит о том, что уже можно наносить тоналку. Нужно немножко, чуть-чуть подождать. На ощупь он, как тоже вначале, очень похож на блёр, но менее плотный слой. Вот, да, когда вот вы блёр на лицо наносите, вот кто его пробовал, да, наш Фоберлик крем, то он скользит всё время, пока вы его не смойте. То есть он таким и остаётся навсегда. Этот же он со временем высыхает. Но чем больше у вас слой на слой, тем дольше нужно дождать, пока он высохнет. Ну, желательно минуту-то уж точно подождать. Может быть минуты даже лучше 3 или 5. Да, нанесли и пошли куда-нибудь и подождали. Я считаю, что он вот так вот работает. Ну, у меня создалось такое впечатление, но я могу ошибаться, ребят, потому что я его протестировала мало, и мне показалось, что мне не бросается ничего в глаза. Оно есть, эти слиты, но намного меньше, нежели были до этого. И я, в принципе, была довольна данным результатом. Да, вот видите, сильно крупные, их лучше повторно сделать, а получается мелкие, они уже начали уходить. Да, то есть они подзабились и ушли. Да, если вот тут их прям целая куча, как вы видите, да, вот они, целая кучка, вот тут вот, в этом месте, то тут уже все практически ровненько. Вот так он работает. И с порами он точно так же работает. Ну, и, конечно, если поры сильно глубокие, вы хотите хорошо подкорректировать, то вам их нужно пальчиками вбивать, чтобы они не уходили, ну, чтобы это средство не уходило ни на кисть, ни на спонж, даже пусть он влажный, ни на что. То есть пальцами прямо вот, ну, не поленитесь. Ручки у вас останутся чистыми, даже если вы его не захотите смывать, бежать, да, чтобы нанести следующий слой, он у вас высыхает. Абсолютно, абсолютно нет никаких проблем. Вот, значит, об этом поговорили. Вопрос спорный, захочу ли я такой второй раз, но те два точно захочу. Вот это забыла сказать. Посмотрим, посмотрим. Так, я его еще раз пробую в пустышках, прям о нем поговорю более подробно. Далее, этот праймер для век я получила сегодня. Поэтому я его просто так нанесла на кожу глаз с одной стороны и оставила. Значит, смотрите, что я поняла. Буквально через пару часов, может быть, даже через три часа, вот, простите, не засекла время, но два часа точно, я увидела, что на веке, на который не нанесен этот праймер, оно уже такое, знаете, поблескивает, оно уже такое чувствуется, что жирочек начинает набегать, потому что я сегодня снимала обзор, и я бегала, и у меня даже задняя часть вот головы немножечко ближе к шее, аж вспотела немножко, вот я как набегала, все редко такое бывает, но я снимала всякие панамки, обувь, то есть ползала по полу, чтобы снять получше, да, и ее, в общем, извращалась как могла. Вот, и даже вспоминаю смешно, что я там вытворяла. Вот, и смотрите, вот, а второй глаз, на который я его нанесла, он оставался сухим очень долго, и он до сих пор остается сухим сейчас. И вот это для меня оказалось очень даже ценным, поэтому я его буду еще тестировать. То есть сейчас, на данный момент, с нанесения праймера, он ко мне пришел в 2 часа дня, я снимаю пол второго ночи 12 часов на глазах. Почему снимаю ночью? Потому что днем голдеж, я люблю ночью работать, до обеда спать. Я думаю, вы это все знаете, что я редко рано стою, уже вошел в привычку, да, за последние года. И смотрите, я не чувствую никакой абсолютной липкости, и мне это нравится. У меня есть одна проблема. Любая тушь, магазинская, Фаберлик, любая сетевая компания, в каких я была, в частности, я была до, эти не соврать, да, я брала туши Иван, ну, там я 3 вида всего различных покупала, и я покупала 3 вида туши Арифлейм, и видов, наверное, 50 уже туши, ну, вот за эти 6 лет, Фаберлик. И в магазине туши, и дорогие, и дешевые. Была у меня как-то страсть на что-то подороже, когда появились деньги, да, ну, сами понимаете, когда их нет, хочется себе хоть раз в жизни, там, ботильоны, там, позволить себе, там, за, допустим, 20 тысяч, а не за 8, не за 3, как обычно, да, мы берем. И такая же у меня появилась страсть на туши. Я очень много туши перебрала, но я всегда оставалась к концу дня или в точечку, или пандочкой. То есть, вот, у нас в компании Фаберлик все лучше и лучше туши сейчас на данный момент, но все равно пару точечек я вижу, да, то есть, они немножко ссыпаются, и я их вижу. И когда я крашу нижние ресницы и подвожу обычным карандашом, который обычный карандаш для глаз, все равно эффект панды. То есть, пока я не закреплю тенями, панда на глазах будет, и это факт. Поэтому я очень рада, что у меня появилось такое средство, вот оно таким вот цветом. Когда вы его будете... Так, давайте я прям близко-близко вам покажу, потому что веки штука такая капризная, и мне бы хотелось, чтобы вы поближе прям его увидели. Что в нем интересного? Я его стала наносить прямо этой кисточкой, наносила-наносила, высыхает он, на мой взгляд, долговато, минут, наверное, пять, да. То есть, вот, как раз я почему стала сюда наносить, потому что тут венки, да, как вы видите, а тут венки, и он имеет немножечко такие, какие-то, может быть, блесточки. И вот так вот пальчиком я повбивала, и мне этот эффект понравился. Давайте сейчас дальше сделаю и приближу. Да, то есть, мне этот эффект понравился. Но я не могу сказать, что он особо круто что-то перекрывает, но он делает слегка такую, даже не знаю, заметно вам, незаметно, светоотражающую вещь, да, вот такую. И слегка, вот тут все-таки желтее, не знаю, вот я на камере не вижу, чтобы это было видно, но слегка вот пожелтее, и слегка он перекрывает все-таки, да, но не 100% он перекрывает. Скорее всего, может быть, его нужно и потолще нанести. Но достается он вот из флакона абсолютно-абсолютно по чуть-чуть. Тут его 4,5 мл. И я не знаю, как будет толстый слой играть, но я вот так вот пару раз нанесла и оставила сохнуть даже, наверное, минут на 5, ребят. Не знаю, мне почему-то показалось, что мне хочется, чтобы он высох, и я пошла просто накрасила пока брови, а потом вернулась к нему, к этому праймеру. Так, запах. Ну, тоже какой-то такой сладковатый, интересный, с такой грубинкой. В общем-то, да, также в нем есть витамин ЭКО, который оказывает антиоксидатный эффект. Он делает невесомое покрытие, совершенно не ощущается на веках. Ребят, вот это правда. Он абсолютно не ощущается. Ощущается только не то, чтобы сухость, а ощущается, что века к веку не липнет, например, да. То есть, ну, такой вот эффект у него есть. Что еще ощущается? Вот, видите, вот, видите, по блестке, вот, а тут нет. Вот такой вот у него немножечко, да, зеркалит он. Так, ну, вот, значит, поймала наконец-то. Что еще? В общем, понравилась мне эта вещь, хвалю. И у кого жирные веки, я вам рекомендую попробовать, но прям реально подождать, пока он высохнет. То есть, если у вас тяжелое, нависшее веко, возрастное веко, да, которое начало вдысать, и вы его намазали, и не дали ему абсолютно высохнуть, вот абсолютно не дали высохнуть, и сразу заморгали, он у вас, как обычный консилер, простой, забивается в складки везде, и под глазом, и над глазом. То есть, я его везде нанесла, и ничего не получится. Если же вы подождете, пока он у вас подсохнет, это просто супер вещь. То есть, я закинула голову назад, и красила брови вот таким вот образом. В общем, вот такое о нем мнение. Смотрите еще, что хочу сказать. Ни на какие другие консилеры из магазина, он для меня, вот эта линейка для меня не похожа. Потому что все мастера приходили со своими консилерами, и бывали консилеры, ой, праймеры, извините, извините, я люблю переделывать слова, вы меня потом ругаете, да, и все праймеры работали по-разному. Где-то очень плохо, где-то нормально, где-то хорошо. Я никогда не смотрела на фирмы и марки, поэтому не с чем сравнить. Но я могу сказать, что вот я их протестировала, вот реально, один-два раза, мне понравилось пока что. Дальше, о чем мы с вами будем дальше разговаривать. Так, это лучшая цена. Где-то у нас с вами были новые оттеночки, получается. Так, вот они, новые оттеночки. А вот они, новые оттенки. Так, у меня их раз, два, три, четыре, пять. Да, тут показано их тоже пять. Итак, поехали с вами. Значит, вот первый оттеночек, видите, он высох, и вообще его не видно стало. И вены как просвечивали, так и просвечивают. Поэтому то, что он там делает, написано, но не все как бы правда, на мой взгляд. Так, нашей новинкой давайте сделаем вот такую красоту. И смотрите, значит, первая помада. Помад, ребят, мало. У меня скачала простудка на губах, протемпературила дочь, муж. Сейчас папа начал температурить. А из-за того, что я пью Секреты Востока, я опять себя покрылась простудами. Поэтому я к вам сегодня не приду в кадр. Прошу прощения. Так, значит, артикул 40869, красно-коричневый. Вот такой вот. Мне он нравится. Реально нравится, и он мне идет. Я с удовольствием такое дело буду использовать. Далее. Артикул 40867. Так, пыльный розовый. Вот видите, я даже подохреплю немножко. Ну, это проходит у меня быстро. Тоже понравился, ребят. Тоже отличный, отличный. Прямо отличный. Да, согласитесь. Он, правда, красивый. Кстати, камера опять искажает. Они абсолютно не рыжат. Поверьте мне, пожалуйста. То есть, в каталоге цвету бумажному вы можете верить. И 40869, и 40867 очень хорошо совпадают в каталоге. Прямо честное слово. Так, дальше. Вот этот будет, наверное, рыжить. Значит, это у нас идет 40868. Насыщенный персиковый. Насыщенный персиковый. Давайте смотреть. Мне эта помадка нравится. Но мне такое ощущение, что она, да, она быстро искрасится. Ей можно полупрозрачный слой сделать. Можно такой хороший слой сделать. Она более розовая, нежели чем на камеру, ребят. Ой, даже не знаю, что ей сделать. Может быть, вот так. Или, может быть, вот так. Нет, наверное, еще рыжей получается. Ну, вот я тепло поубирала. Может быть, свет еще поубирать в темноте будет лучше издалека. Кстати, да, ребята, смотрите, стало лучше совпадать. Я свет убрала, и прям лучше совпадает. Ничего себе открытие. А дальше, следующая помада. Не понравился мне оттенок. Я его буду с чем-нибудь сочетать. Я люблю смешивать оттенки. Кто меня смотрит, мои мейки и так далее. Артикул 40866. Это песочный нюд. Абсолютно не мой цвет. Ух ты, смотрите-ка, как заскользило по покрытию. Кстати, покрытие уже не липнет. Этот тоже уже не липнет. Но он не 5 минут впитывается, да. А этот вообще идеально. Даже как будто вот и этот, кстати, да, тоже уже высох. Все уже здорово, да. Он прям идеально передается. Да, такой вот беж-беж-прибеж, который я не люблю. Мне не нравится такой оттенок больше. Хотя раньше я любила такие чисто бежевые, честно вам скажу. Но сейчас я их чем-то перемешиваю. Да, например, такой и вот такой. И уже получается такой свой интересный оттеночек. По-другому вот пока не готово. Вот, дальше. То, что я помаду открываю, да, понятно, что она уже мне остается. И вот этот цвет мне тоже понравился. Но я буду его смешивать. Сиреневый. 40-870. Вот такая красота. Ребят, то, что он лег не ровно именно этот сиреневый. А не обращайте на это внимание, потому что он лег по волосам. Кстати, цвет хорошо передается. Ну что ж, я рада полностью выключить темно. Ну вот, чуть-чуть привключила. А вот так, да, действительно, они немножечко начинают рыжить, если сильно ярко. Ну что ж, ребят, буду иметь в виду. Я не блогер, я только совершенствуюсь. Так, ну и поехали с вами дальше, мои хорошие. Скидки на туши, на карандаши. И у нас должны с вами появиться в этом месте новые оттеночки с матовым финишем. Да, вот эти вот оттенки, они были, получается, в вип-новинках. Поэтому я их заказала. Не знаю почему. Может, это какой-то перевыпуск. Может быть, еще что-то. Глаза нарисованы. Значит, артикул 5760 кофейный. То есть он идет как с первым утром финишем. Да, такой вот кофейный. Прям совпадает, да, как вы видите, с каталога. И давайте вот тут вот будем кофейный этот смотреть. Я прям сильно очень нажала. Ребят, карандаши мягкие. Летом они тоже будут мягкие. Я в этом уверена уже. По консистенции чувствую. Ну и давайте вот его нанесем. То есть такой вот карандаш. И он действительно с легким перламутром, который сложно разглядеть. Поэтому я считаю, что да, лучше бы, конечно, побольше бы сделали перламутра. Потому что в нем его мало. Даже вот натянуть, попереливать немножечко. Да, можно и заметить, но не больше. Скромный перламутр. Далее 57-53 бронзовый. Вот такой, как вы видите, мягонький. Я сильно надавила, ребят. Я так не должна была надавливать. Не смотрите на то, что он там может быть плохой или еще какой-то нет. Да, то есть вот такой вот он бронзовый. Вот тут сколько-то блесточек видно. Да, то есть сколько-то вот он еще немножечко переливается. Кстати, вот на это вот он кладется куда ровнее. Да, потому что вы знаете, что я тут наносила. Тут ровнее как-то глаже. А тут уже немножечко такой пошершавее, да, кажется оттеночек. То есть, получается, он еще века выравнивает, подготавливает к макияжу. Кстати, все идет в таких вот коробках. Почему-то я вам их не показала. Поэтому на подарок тоже будет здорово. А надевается на колпачок. Кому это важно, кто любит колпачки терять. А, 57-52 коричневый металль. Да, то есть, ну, по каталогу он плохо рисует. Хотя на самом деле, ребят, отпадные оттеночки. Мне не все понравились. С ними классно делать макияж. Почему я много мажу и толсто делаю, да, неэкономная, а неконанная такая вот, как Азабияка и так далее, да. Чего погрубше? То, что нельзя говорить на ютубе. Потому что я хочу, чтобы вы увидели эффект, то, что он действительно блестит и все такое прочее. Потому что я знаю, что такое камера. И как она у некоторых ужасно плохо передает. И такое ощущение, что вы потеряли время и остались без обзора. Вот это нужно понимать. Далее получается синий металлик 5759. Да, такой вот красавчик. Он такой, знаете, идет темно-синий с легкими примесями, грязинки какой-то, да. Такой вот он оттеночек, такой серо-синий, что ли, да. Вот на камеру он ярче, нежели он есть на самом деле, ребят. В каталоге тоже поярче, нежели на самом деле. И вот это, конечно, жаль. Жаль. Так, давайте будем свет выключать. Ага, ничего не видно, да. Хотела вам, мои дорогие, просто показать, как оно на самом деле. Вот, вот видите, он такой вот пыльный. Идет слегка. И тоже, как вы видите, довольно таки хорошо поблескивает. Дальше камера что-то сегодня капризничает, плохо фокусирует. Дальше у нас с вами идет 57-58 изумрудный. Он тоже идет темно-изумрудный. То есть он идет такой вообще темный изумрудный. Но зеленый я как бы хорошо вижу на руке, но плохо вижу на глазу. Они абсолютно мягкие. Изумрудный я вообще блеска никакого не увидела. Он без перламутрового финиша. Хотя заявлено, что он с перламутром. Он не черно-зеленый. Он мутный такой, темный-зеленый. Камера тоже немножечко подбирает. Ну все, мои хорошие. Дальше, что у нас с вами еще тут есть? Это тушь. Тушь не новинка. Долго про нее не пойду. Но я ее взяла. Черная версия, да, вот этой мисс туши. Она клевая. А вот эта версия мне по объему не особо нравится. Самостоятельные реснички она очень плохо прокрашивает. Но что я вам хочу сказать. Это то, что в данный момент эта вещь действительно то, что мне нужно. Почему? Потому что она концы ресничек, да, прокрашивает в такой вот яркий, приятный оттеночек. И когда это нужно, да, получается красиво. И когда у нас раньше не было цветных тушей, то мы с вами, некоторые девчонки, вот насколько я знаю, они могли подводить глаза именно, ну вот этим вот делом, да. И получалось действительно очень красиво. Вот, действительно очень классно так, добротно. И вот эта тушь, она почему-то не осыпалась. И я ее иногда брала кистью для подводки, да, или маркером для подводки, который уже у меня все закончился. И реально макала на кисточку и подводилась. И мне нравилось, вот. Вот сейчас я чисто кончики ресничек ей крашу. И тогда эффект нормальный. То есть я ее беру для этого. Поехали с вами дальше. Новинок действительно огромное количество. Что компания Фаберлист в последнее время выпускает. Это просто невероятно. Очень мне подошли. Мой любимый Нео Сэрум. Стойкое средство. Нормальное, но смывается обычной водой. Оно такое стойкое, что в нем потеть нельзя, ребят. Вот тут, конечно, это правда. Это средство, кстати, не новинка. Займу у вас 30 секунд. Но, может быть, вы кому-то посоветуете и спасете ему прекрасное настроение. Итак, этот крем очень хорошо заживляет все воспаления. Он идет как активность сальных желез. Он матирует. А масло чайного дерева успокаивает кожу и уменьшает воспаление. 100%. 100% уменьшает воспаление. Испробовала прямо лично на себе. Кисти. Так, ребята, кисти, кисти, кисти. Значит, нет нареканий ни к одной кисти. Сразу вам скажу. Нет нареканий к качеству, кроме кисти кабуки. Вот. Все остальное понравилось. Кисть кабуки буду пользоваться с удовольствием. Но есть небольшие нарекания. Поэтому давайте самое плохое. Я в самое начало вам покажу. В общем, увеличиваю. И вы все увидите сами. Видите? Она торчит. Вот это мне не понравилось. Но извините меня, кисть хорошо работает. Я ее уже попробовала понаносить. Она довольно так, видите, плотная. Набитая шикарно. В общем, никаких нареканий нет. Но она торчит. И это волоски не которые выпадают, а это она просто плохо подстрижена. Эти волоски нереально выдрать. Вот в чем самое интересное. Я их и пинцетом, и всяко уже пробовала. Я вам точно это говорю. Что это просто вот может быть не брак. Но подстричь ее перед первым применением желательно. Иначе куда-нибудь в глаз можете заехать, например. Или еще что-нибудь. Не рассчитывая длины вот этих вот. Где она вот. Как ее бы показать-то, да? Вот эти вот, допустим, длинные штучки. А их таких тут. Ну, много-много. Штук 50, наверное. Итак, значит, эта кисть с короткой ручкой и плотно набитым ворсом. Универсальная и компактная. Подходит для нанесения рассыпчатых и прессованных текстур. Также для нанесения пудры. Получается, для нанесения тонального крема тоже будет хорошо подходить. В общем-то, мы уже с визажистом эту кисть обсудили. Вот. 910-139. Я не пожалела, что ее купила, несмотря на эти антенны. Потому что я их не подстригла только для того, чтобы показать вам. 5 минут дела и кисть на года нормальная кисть. Я так считаю. Далее поехали эти с вами кисти. Получается, для тонального крема. 910-136. Хорошая кисть. Упругая кисть. Хорошо наносит. Причем, бонус вам, я уже ее успела постирать. Потому что я заказывала всего по 2. А потом я про этот заказ забыла. Зашла еще что-нибудь заказывать. Думаю, что у меня так там в корзине могло. Тюк, удалила. И потом заказала все по одному. В общем, смешной случай. Так, артикул 910-136. Поэтому у меня она была одна. Я ее нанесла. Я ее помыла. И, кстати, все. Вот только-только перестал автозагар липнуть. Посмотрим, что там дальше. И она великолепно наносится. Прямо великолепно. Все до такой степени ровно, классно. Каждую порку прокрашивает. У кого есть проблемы. В общем, понравилось. 5 с плюсом. Берите, не пожалеете. Можете взять даже 2 или 3 в запаснике. У нас компания Фуберлик любит любимые продукты. Куда-то прятать. Так, дальше. Вот эту я, походу, забыла помыть. Надеюсь, больше немытых не будет. В блюре. В пудре в блюре она у меня. Но зато вы знаете точно, что я пусть и проворонила, зато протестировала. Она идеально такого же цвета просто была. Из этого я сразу заметила. Значит, 910-138 кисть для румян. Что, в принципе, я и делала. Приходят они в такой вот коробочке. Значит, основная информация о них. Тут 60 штучек. Получается, на 30 дней. Срок открытой баночки увеличиваю. Обратите внимание на эту сносочку. У открытой. Вот вы ее вскрыли, и у нее начался свой срок. Срок вскрытой баночки. Полтора месяца, ребят, всего. На самом же деле, ну, прям долгий срок. До 23-го аж года. Так, дальше. Так, изготовитель. Люди очень любят читать состав. Пожалуйста, смотрите, чтобы вы в этом не просили. Да, и вот такие вот гидрогелевые патчи для кожи вокруг вас. Для меня это новинка, которая мне сразу понравилась. Итак, они созданы, получается, для того, чтобы кожа стала нежной, тонкой. Да, получается, вот, когда она у вас становится нежной, тонкой и чувствительной, и еще опухает, отекает, какие-то желтинки, синячки, и там, ну, вот это вот все, да, начинает проявляться, появляться, то это, конечно, нам всем с вами не нравится, да. И вот как раз они созданы из специального биоматериала гидрогеля, который оказывает освежающие, охлаждающие действия, охлаждают хорошо, а также является отличным проводником активных действий, компонентов эссенции глубокие слои кожи. Что он содержит, что в нашу кожу, в принципе, проникает, проникает, получается, экстракт гнез салангана, это ценнейший косметический ингредиент, который насыщает кожу аминокислотами и важными макро- и микроэлементами. Комплекс пептидов, я думаю, вы понимаете, что такое пептиды, когда они уменьшают морщины, укрепляют кожу и так далее. И экстракт хлореллы, это водоросль, использование ее в плане косметологической ценности может превзойти даже морские водоросли. Поможет, пресноводная, да, это водоросль, содержит большое количество протеинов и незаменимых аминокислот, а также важных углеводов, витаминов, жиров. В общем, обалденные патчи, я их на себе прочувствовала, они ничуть не хуже океану, скорее всего, они такие же, да, то есть вот так вот патчик берется, кладется. Так, смотри, у меня уже тут вообще ничего не осталось, да, кладется. Значит, если близко-близко его увеличить, он еще с какими-то, видите, блестючечками, украшалочками такими, ненавязчивыми, да, легонькими получается. Что еще про него хочу сказать? Холод чувствуется мгновенно, даже если он не лежит в холодильнике. Лопаточкой все удобно подцеплять, место под лопаточку есть где хранить, и он действительно напрочь стирает все морщинки. Причем наносить вот такой вот патч, он не течет, с ним очень удобно. Он может сдвинуться там где-то что-то немножечко, если вы будете прям сильно разговаривать. Я его раз приклеила на подбородок, потому что нечаянно достала два, и думаю, а куда девать? Приклеила на подбородок, ну, при первом разговоре он у меня отпал. На носогубках держится, на морщинках на лбу хорошо держится, под глазками хорошо держится, на шее я отпал, на подбородке отпал. То есть обязательно нужно очистить кожу, да, используя тоник, наложить патчи, оставить не менее чем на 20 минут и снять. Клеить вы их можете куда хотите, сколько хотите, в любое, абсолютно любое место. Вот, поэтому все, мои хорошие, с вами была Комнова Аня, прошу прощения за длинный ролик, зато он подробный. И я не забыла, я обещаю вам выйти с макияжем. Вот скажите, вот ваш совет, стоило ли разделять этот ролик на две части, или вам удобнее все посмотреть в одной и не искать части? Стоило ли? Но это ответят только те, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Перед другими представителями Фаберлик хочу заранее извиниться за то, что о некоторых вещах отозвалось нелестно, но они мне не понравились. Может быть вам они понравятся, то что, допустим, это же лента без привкуса, вам будет хорошо. Вот, ну все, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok